В традиционных всероссийских соревнованиях по легкоатлетическим метаниям принимает участие около 200 спортсменов из 31 региона страны. Сегодня в первый день состязаний легкоатлеты боролись в дисциплинах по метанию копья и молота. Эти соревнования входят в этап отбора и подготовки молодых спортсменов. В рамках краевой целевой программы развития физической культуры и спорта в Сочи созданы все условия для развития легкоатлетического движения. Первый старт зимний перед зимним чемпионатом России по длинным метанием, который состоится с 19 по 21. Тоже в Адлере на базе юность. Нет мест для метания, для полей. Единственное место на побережье у нас на юге России – это вот Адлерская база. А вот погодные условия, к сожалению, не всегда подходящие. Сильный встречный ветер сегодня мешал спортсменам реализовать все свои возможности. Московский легкоатлет Максим Тараби надеялся взять результат по кандидату в мастера спорта. Это 66 метров. Но не добросил. Взял только 65 и 52. Мой тренер – двукратный олимпийский призер. Мой брат на чемпионате третий. На чемпионате мира был третий. Для меня это огромная гордость и огромная подпитка. Да, сегодня чуть погодные условия меня не устроили. Ну ничего сегодня. Хороший результат я показал. Но я им не сильно доволен. Сложности выступления испытали и девушки, и юниорки. Среди них лучшими стали спортсменки из Московской области и Липецка. Что касается метания молота, то лучший результат среди девушек показала спортсменка из Санкт-Петербурга. Среди юниорок отличилась слегка атлетка из Тольятти. А вот у юношей лидировал краснодарец Михаил Суханов. Результат его броска – 66 и 80 метров. Завтра все четыре возрастные группы выступят в метании диска.